Приветище! Это Гидронир и наши шахтерские делишки. Правда, шахтерские-то отошли на второй план, и теперь мы занимаемся огородничеством. Вот так вот все в нашей жизни кардинально изменилось. В прошлой серии наш седовласый дедок немножечко ошибся с супом. Дело в том, что нам нужно было приготовить суп из 11,5 килограммов помидор. А я в свою очередь приготовил вот это шикарнейшее блюдо под названием томатный супе весом в 11,1 килограмм, за что был послан клиентом. Поэтому в этот раз мне придется заново готовить это блюдо. 12,58. Что ж, пойдет. Сварю ему на килограмм побольше за доставленные неудобства с прошлым супом. Высыпаю все сюда. Как красивенько все разлетелось. Шинкуем. И начинаем варить. Есть у меня где-нибудь вода? Есть. Вот. Проточная, хорошая, почти как родниковая. Все. Ждем, когда сварится. А еще в прошлой серии я прикупил огромную кучу мисок, потому что прошлое единственное, которое кормило всю деревню, куда-то потерялось. Супчик готов. Выливаем его. Милости прошу, месье. В этот раз на килограмм даже побольше, нежели меньше. Приятного аппетита. Мои денюжки. Ура! Теперь у меня 314 фермерских монет. Каким-то чудесным, необычным образом у меня закончились деньги. Я думал идти продавать железные слиточки. Но они так красиво блестят и хорошо лежат в моей рученьке, что я подумал, а может не продавать их? И решил распродать свои шлифованные камни. К тому же сейчас на аукционе их скупают по повышенной цене. Так что я думаю, что это мой звездный час распрощаться с этими камушками. Приехали. В обычном магазине я бы получил сотню, а тут 110. Вот смотрим, сколько в итоге я выручу. 2363. Уху! Зашибись. Для чего мне нужны были бабки? Для того, чтобы сделать летнюю кухню. Да-да. У нас будет нормальная кухня. Не полевая, которая у меня там, черт пойми что. А шикарная. Вот из таких вот материалов. По-моему, даже будет круто. Ой, красота, какая коттеджный пол. Но даже не знаю, нужен ли он нам в летней кухне. Что я точно знаю, так это то, что нам понадобится крыша. И она будет нестандартная. О, тут есть поддон. Написано, что если я на него положу несколько предметов, то так будет проще транспортировать все это дело. Надо будет попробовать. Итак, я вот тут уже несколько деталей для нашего дома прикупил. И пробуем наш новенький подносик. Крыша укомплектована. Остается только как-то до подноса добраться с этой стороны. Ну-ка. О-о-о. Так, я не понял, где моя крыша? Я хотел посмотреть, как я поднял ее, но все как-то через одно место. Я вроде бы как все укомплектовал. Блин. Я даже не знаю, как и... Сложно представить, как я это буду сейчас запихивать в машину. Учитывая, что я ее спереди вообще нифига не вижу. Где тачка-то моя? А, вот она. Вот она, машиночка. Все, кажется, получилось утрамбовать. Да, ништяк. Все это везется. Летняя кухня у нас будет располагаться на этой стороне. Я думаю, что где-то тут вот. Нужно будет сейчас примерно прикинуть, как это будет выглядеть. Ну, типа вот. Крышу я планировал сделать как навес, но, к сожалению, угол наклона здесь поменять нельзя, чтобы он был более плавным. Поэтому придется строить нормальную, полноценную крышу. То есть где-то должна была быть не совсем летняя кухня, а такой летний навесик. Ну, в целом, конструкция уже понятна. Остается только докупить столбы, еще пару стенок и крышу. Вот такенные столбы нам понадобятся обязательно, чтобы сделать красивый угол, как здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и устраиваем переезд. Переезд закончен, и вот что у меня получилось. Значит, тут у меня хранятся овощи, я их беру, захожу здесь или здесь. Тут у меня прилавок для готовых супов. Здесь угловой стол я сделал, мисочки, помидорчики, киса, где я буду все это резать, готовить и, конечно же, варить. Я даже про освещение не забыл, видишь, осветил себе рабочее место. В общем, получилось, по-моему, козырно. Еще, думаю, цветочки вот эти вот перетащить сюда. С двух сторон их повесить, по-моему, будет вообще огонь. Вот так вот и вот здесь вот. И красота же! Чуть самое главное не забыл. Как же я без весов-то буду? Куда их поставить-то лучше? Наверное, здесь денти. О! Ну, а теперь самое главное. Будем переносить грядки. Раз кухня там, то и логично, что грядочки поближе нужны к ней. Единственное, что я буду менять, это систему полива. В комментариях мне дали дельный совет, мол, размещай полив снизу, вот так вот, чтобы вода поливала лунки по земле. И это даже, мне кажется, удобнее будет, и я спокойно смогу ходить по трубам. Крутяк! У меня теперь дома есть водопровод. Можно будет спокойненько набирать кастрюльку. Единственное, только это не совсем удобно. Ну, в плане, что кастрюлю поставить. Может быть, тут тогда лучше не так сделать, а... Сейчас. Вот такую трубу поставить. Так удобнее будет. Ну-ка. Да! Так будет намного лучше. Когда вода не нужна, просто перекрыл кран и всё. А когда вода нужна, подкинул сюда кастрюлю, тазик или что там ты хочешь наполнить. Открываешь, и вот тебе водичка. Вообще шик. Осталось только санузел как-то тут придумать. И из дома можно не выходить. Полив для грядок у нас получается довольно высоковато. Придётся тут копать. Решил, что необязательно копать. Я тут граблями немножечко поработаю и всё решу. Смотри. Я закопал, короче, трубу под землю, чтобы понять, какую глубину мне надо копать. Понял, что это дурная идея, и у меня вода начала литься с неба. Обалдеть. Это, по-моему, крутая темка. Слушай, что я подумал-то? Если я буду прокладывать трубы под землёй, а лунки копать сверху... Во! И выходит, что у меня естественный полив. Ну, то есть, с неба. Офигеть, вот это прикол. Короче, я не знаю, как у меня получилось ту трубу закопать, но следующая, она... Она... Она не хочет там окапываться, внизу. Поэтому я буду предпринимать кардинальные меры. Кирка всё прокопает. Я сейчас буду чувствовать себя сантехником, вот серьёзно. Значит, мы углубляемся как можно глубже, чтобы туда потом засадить нашу трубу. Только что-то плохо она тут копается. А, она тут плохо копается, потому что... Всё, я понял, почему она тут плохо копалась. Потому что тут не копается, ёлки-палки. Угу. Так. Тогда у меня другой вопрос. Как мне вытащить теперь эту трубу? Я эту трубу вытаскиваю. Если я её закопаю тут... У меня будет так же поливаться, как я и хотел ранее? Или абламентус? Вот, она уходит туда. Короче, вода где-то капает, но непонятно где. Где там мой асфальтовкладчик? Поехали, для тебя есть работа. Нужно трубу закопать. Эксперименты, ёлки-палки. Время экспериментов. Так. Опускаем наш каток. О, поехали. Давай, сейчас мы эту дрышу с тобой закопаем нафиг. О! Вот это я понимаю. Но вода, к сожалению, нигде не капает. Я не наблюдаю этого. Чёрт, подери. Жалко. Походу, небесного полива у нас не будет. Ну что ж, тогда раскапываем всё это дело. Есть у меня другая идея. Подороже, но тем не менее идея. Допустим, что у нас вода будет идти из-под низу, как родник. Такое возможно? О! Такое возможно! Зашибись. Тогда мы сделаем, чтобы вода у нас капала не с небес, а из-под земли. И всё будет огонь. То есть вот таким вот образом. Да можно даже и не обязательно, чтобы из-под земли. У меня созрела гениальная идея. Вообще гениальная! Короче, смотри, что я буду делать сейчас. Это должно сработать. Если это сработать, это будет вообще мне за эту разработку такую премию дадут. Да вообще капец. Я сейчас это всё дело закапываю. Ой. Давай же, закапывайся, закапывайся. Хорошенечко закапывайся. Во! Вот это мне нравится. Слушай, а я смогу туда, допустим, это... Чтобы больше не прокапывать, ещё такую же трубу поставить. Блин, не, надо опять прокапывать. Ну ладно. Значит, смотри, что я хочу. Я беру вот эту штуку и просто её разворачиваю. Вот таким вот образом. И, о чудо! А тут у меня будут луночки, и всё будет поливаться и расти. Вообще офигенно. По-моему, это классная штука. Я назвал эту разработку родниковый полив. Ну, типа что, вода будет из-под земли выходить и поливать. Надо, короче, эту штуку запатентовать. И я обогачусь. И нафиг мне никакие родники и огороды не нужны будут. Всё, перехожу на изобретение поливалок. Но чтобы своё изобретение продать, нужно продемонстрировать. Поэтому в любом случае нам нужно закончить нашу грядочку. Попробовать на ней что-нибудь вырастить. Всё, я думаю, что четыре таких вот штуки мне хватит. Я их теперь закапываю. Я кое-что не учёл. Дело в том, что там, вот тут вот, вода тоже бежит. Нужно заткнуть эту дырьку. Бежим покупать пробочку. Когда нам эта дырочка понадобится, мы её раз закупорим. И продолжим проводить подземный водопровод. А пока что я ставлю вентиль где-то здесь, наверное. Вот таким вот образом перекрываем воду. Нет, это мы открыли. Перекрываем воду. Отлично. Там мы перекрыли, здесь мы открываем, тут бежит. Правильно? Правильно. Всё вообще шикарно получается. А ещё не помешало бы здесь мостик сделать. У меня есть, конечно, вот эти глыбы. Я их специально сюда для этого привёз, чтобы мост соорудить. Вот таким вот образом. И он нам тут очень сейчас понадобится. Короче, надо будет докупать ещё. Вот. Вот таким вот образом мы здесь мостик сделаем. Берём в руки совочек. И начинаем делать лунки. Надо вначале только воду включить. Чтобы понимать, где она капает. То есть, вот, прям в луночку. Вот таким вот образом. О, да. Всё, выходит, что у нас... 8 лунок. И нужно сейчас будет их засадить и протестировать. Чем будем засаживать? Конечно же, помидор... А, помидоры у меня там. Нам же ещё нужно сделать дополнительный отвод воды для мельницы. Врезаемся в наш новенький водопровод. Да шлёп меня по шепке! Чё я её вечно снимаю? Неудобно, неудобно это сделали. Так, теперь нам это надо развернуть. Вот таким образом. И вывод делать. Вывод общий из всей этой ситуации. Готово! Наша мельница подключена же? Подключена! Как всё чётко! Помидорки, пойдёмте. Будем делать из вас семечки. А-а-а! Ты достала меня, шляпа! Кидаем помидор. Две семечки. Шикарно. Берём ещё один. И последний помидор, который у нас вообще остался. Сколько по итогу у нас? О, прилично! Шесть семян помидорок. Высаживаем их сюда. Ещё двух не хватило, к сожалению, чтобы засадить всё. Но ничего страшного. Остаётся теперь выкорчевать вот эти вот факела и перенести их туда. Ну, как бы маломальские грядочки я осветил. Настало время протестировать нашу новую систему полива. Луночки высохли. Бежим открывать вентиль. Я вот так вот встану. О, да! Всё полилось! Работает как часы. Остается теперь теплицу здесь построить. Ну, что хочу сказать. Если тебе понравились мои постройки и мой новый родниковый полив, то с тебя лайк и подписочка, если ты не подписался. У меня на строительство всего этого ушло уйма времени. Ну, а на сегодня это всё. Спасибо, что смотрел. Увидимся в новом ролике. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова